что крепче бмв или калина столкновение двух легковушек на слободке фаер-шоу для краеведа кто мог поджечь машину александру бабичу и сальто на рельсах как девушка умудрилась лексус на крышу на 11 фонтана опрокинуть резонансное дтп советы эксперта дураки и парковки все это прямо сейчас в авторском проекте седьмого телеканала дорожные хроники с сергеем бандуром за минувшую неделю патрульные полицейские в одессе на нерадивых водителей составили 2800 админпротоколов за нарушение правил дорожного движения из них 400 за неправильную парковку и 48 за вождение в нетрезвом виде на штрафплощадку эвакуировали 12 автомобилей нарушителей детальнее о происшествиях на дорогах нашего города расскажем вам прямо сейчас форсаж по-бессарабски или как копы по измаилу гражданина сашиана элитно внедорожники гоняли ночью в субботу 16 февраля сотрудники патрульной полиции измаила заметили автомобиль porsche cayenne двигавшийся по улице белгороднестровской с включенным дальним светом фар на требовании об остановке водитель лишь прибавил ходу и попытался скрыться на проспекте суворова люксовый внедорожник столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем черри тига и припаркованной девяткой при том со слов очевидцев водитель разогнал porsche до 200 километров в час после столкновения лихого гонщика задержали местным шумахером оказался гражданин с американским паспортом явными признаками алкогольного опьянения в его крови выявили почти два промилле алкоголя а в результате его ночного заезда в больницу попали два пассажира черри один из пострадавших ребенок 2013 года рождения не уступил дорогу столкновения двух внедорожников и легковушки возле областной налоговой все та же суббота 16 февраля в этот день весело было и на дорогах одессы около двух часов дня на пересечении семинарской и проспекта шевченко произошло дтп с участием трех единиц автотранспорта двигавшийся по семинарской со стороны среднефонтанской гран-чироки не уступил ехавшему по пироговскому переулку мерседесу удар по инерции и так помятого баварца откинуло настоявший на перекрестке паркетник Mazda все три машины изрядно помяты и нуждаются в эвакуации но пострадавших в инциденте нет обращайте внимание на знаки приоритета а кто их не знает учите ПДД прежде чем вклиниваться в городской трафик и без вас проблем хватает возгорание авто на поселке Котовского в ночь субботы на воскресенье во дворе дома по улице Бочарова 44А вспыхнула БМВ седьмой серии благо жильцы дома не растерялись и быстро локализировали возгорание немец серьезно не пострадал лишь бампер слегка оплавился был ли это поджог или неисправность в электропроводке предстоит разобраться копом как бы там ни было владелец транспортного средства авто от греха подальше на стоянку переставил он на стоянке уже да стоит? ну чёрт, ну чёрт, ну чёрт, он УНБХ-7 поджог с политическим уклоном или банальное баловство пироманов история о том, как в типичном одесском дворике минивэн сгорел ночь субботы на воскресенье 17 февраля в Одессе выдалась яркой и причина не в том, что в городе наружное освещение исправно заработало второй за несколько часов случай с попыткой поджога авто произошел на спуске Маринеско тут огонь охватил Opel Zafira машина сильно обгорела пламя перекинулось на ближайшее строение картина не из приятных, но увы, для Одессы вполне будничная если бы не личность владельца авто это Александр Бабич известный в городе крайвет и активист выступает против застройки прибрежной зоны автомобиль подожгли рядом с его домом случилось это около 3 часов ночи где-то в 3.10-3.20 ну вот сосед, который вот сейчас вышел на балкон говорит, что ночью сработал датчик на входе на световой датчик там в движении а потом залазила собака его собака у нас вот эта лает только на чужих ну все, а дальше минут через 10 уже соседи которые снизу вызывали пожар пироманы, по всей видимости, работали целенаправленно подожгли переднюю часть автомобиля и быстро скрылись Opel вспыхнул как спичка правда сотрудники ГСЧС прибыли оперативно Пожарным большое спасибо огромное с ребятами из МЧС приехали где-то минут за семь, за восемь отсюда с четвертой части, очень качественно отработали Поджигатели оказались непринципиальными и их не смутил тот факт, что была реальная угроза возгорания жилого дома и жизни людей Пожарным удалось эвакуировать 6 человек, в том числе двое детей Сам Бабич был в отъезде Почему подожгли автомобиль, Александра может только предполагать Уличных врагов у меня нет, я ни с кем не конфликтовал последние пару лет По бизнесу я занимаюсь экскурсиями, туризмом и историей Я не думаю, что либо моя общественная деятельность, связанная с городскими проблемами Либо, может быть, какие-то исторические заявления, которые я пишу за Украину Кто и почему поджег авто, еще предстоит разобраться полиции А вот убытки, нанесенные ночным фаер-шоу, уже понятны Авто восстановлению не подлежит Фасад здания придется ремонтировать Перепутала педали? Или как девушка на легковушке в парке Шевченко на газоне оказалась? В понедельник, 18 февраля, в соцсетях появилась информация О нестандартном ДТП возле стадиона Черноморец Как оказалось, возле главной футбольной арены Южной Пальмиры Вылетела в зеленую зону Тойота По имеющейся информации, девушка за рулем иномарки остановилась в услуг Баума Однако, что-то пошло не так, и машина начала движение Легковушка снесла фонарь на тротуаре справа После чего перелетела через левый бордюр И, развернувшись, остановилась на газоне Судя по тому, что на линию 102 вызова не поступало Инцидент без пострадавших Впрочем, аварии с рассеянными барышнями на этой неделе в Одессе еще будут Колесами вверх или как выходя из поворота, Лексус на крышу перевернулся Четверг богато на резонансные ДТП На фонтанской дороге перевернулся кроссовер Лексус 11-я станция Большого фонтана Один кроссовер на крыше, второй с вмятиной на обочине По имеющейся у нас информации, водитель не справилась с управлением, выходя из поворота Люксовая Тойота снесла металлические столбики у обочины Задела припаркованный кроссовер Хюндай И остановилась на собственной крыше колесами к небу При этом перекрыв движение трамваем в сторону 16-й фонтана Однако точные обстоятельства ДТП неизвестны В результате происшествия пострадала водитель Лексуса, женщину госпитализировали А патрульные продолжили работу Примечательно, что соседи и простые зеваки, столпившиеся на месте происшествия Видимо, совсем копам не мешали Только сообщением с журналистами не задалось Торопливая хлебовозка или как водитель Мерседес-принтера в стоящий рейсовый автобус влетел Четверг, 21 февраля, примерно 7 часов утра Николаевская дорога Водитель маршрутного Богдана, двигаясь в сторону поселка Котовского, остановился на остановке Лузановка Внезапно удар Водитель синего Мерседеса с грузом хлеба на борту, который двигался в попутном направлении, попросту не оттормозился и въехал в заднюю часть автобуса Как выяснилось, пострадавших в аварии нет Повезло, что утром пассажиров в маршрутке немного Но в логистику ДТП внесло существенные изменения Пробка образовалась приличная Вот такая банальная невнимательность привела к опозданию на работу сотен одесситов Красный свет дороги нет, или как нарушая правила ПДД, можно в больницу угодить 18 февраля, понедельник, вечер, район ЖД вокзала Многополосная дорога с оживленным трафиком и светофорным комплексом, разметкой зебра и соответствующими знаками Однако всего этого, по-видимому, недостаточно, чтобы обратить внимание на движущиеся автомобили и дождаться возможности безопасно пересечь проезжую часть Она на красный бежала, то есть есть видео, ну ждем следователя Вот светофор Вот повредения машины Явно успела уже на какую-то часть дороги выдержать, чтобы ее справа закупил водитель, видишь? Ну и соответственно, идеально заходила В результате столкновения Тойота потеряла правое боковое зеркало и приобрела вмятину в лобовом стекле А девушка-пешеход получила травму ноги Ну вроде бы не очень, ну по крайней мере шутосно Дальше больше рука нечего Загорали ее Водитель черной Тойоты такого исхода вечера явно не ожидал Он толком не понял, чтобы произошло Был видеорестратор И мы посмотрели, то есть он ехал на зеленую Она оттуда бежала или оттуда? Да, оттуда она красно бежала Проскочу не проскочу Или как создать себе и другим проблему на ровном перекрестке? На пересечении улиц Шухевича и Проценко BMW и Калина дорогу не поделили Какой автомобиль прочнее? Не новая BMW 3-й модели или Лада Калина? Впрочем, прилично помялись обе машины Черный бумер ехал по улице Романа Шухевича Калина на перерез по Проценко Последняя получила неслабый удар в левый бок У Бэхи разбита морда и помят капот Предварительной информации, к сожалению, не даем Как выяснилось, в следствии ДТП водители пассажир Лады попали в больницу А водитель BMW поехал на освидетельствование Стандартная процедура Кто прав, а кто виноват в этом ДТП, разберется следствие А вот с возмещением ущерба у владельца Калины могут возникнуть проблемы По крайней мере, талон страховки на лобовом стекле автомобиля прикреплен просроченный Моргнул, очнулся ДТП Столкновение трех машин на Англезе Новенький кроссовер Мазда остановился у обочины на аварийке В баке топливо закончилось А дальше стало все еще веселее Он ощутил удар в заднюю часть своего автомобиля Потом услышал еще один удар Деолано сделал попытку перестроиться из правого ряда в левый Чтобы объехать кроссовер на обочине А вот со скоростью и габаритами что-то не рассчитал И хорошенько бахнул новенькую Мазду в левое крыло Отчего его начал разворачивать, развернуло примерно на 120 градусов И с ним столкнулся автомобиль Ланцер, который двигался по левой полосе И вообще не имел отношения к данному событию Сам водитель не понимает, как мог собрать такую карусель Не знаю, это отключило меня или что Я не помню, я уже шнулся туда Лекарства вообще никакие не принимаете? Лекарства не принимает, а ведет себя странновато Такой момент, что после столкновения он вышел из своего ланоса У Митсубиши отодрал номер передний И положил к себе в багажник Ну то есть это тоже как-то говорит о состоянии человека Как оказалось, водитель трезв, но судя по всему, изрядно уставший А вождение в таком состоянии тоже чревато Например, тремя разбитыми тачками и сотнями проклятий А других участников движения, застрявших в неслабой тянучке Пересек две полоски? Это залет Или ПДД для чайников Утро пятницы, 22 февраля У водителя Рено началось ни разу не с кофе Мужчина двигался по Филатова от Варнинской в направлении улицы Космонавтов Правда, его маршрут, да и планы на весь день резко изменил кроссовер корейского производства Просто у водителя Сангьонга появилась крайняя необходимость оказаться в ближайшем дворе Пересек двойную сплошную и в результате произошло ДТП Злостное нарушение с вполне конкретными последствиями К счастью, все жил и здоров А для тех, кто забыл, чему учат в автошколе, напоминаем Двойная сплошная, она же линия 1-3 Разделяет транспортные потоки в двух направлениях, которые имеют 4 и более полос движения Ее пересечение является нарушением и предусматривает штраф в размере 425 гривен Ну или приводит к столкновению В дальнейшем будут переданы материалы в суд Ну и суд уже определит, есть ли состав административного правонарушения За цветами на Мерседесе Нет, это не начало романтической истории А описание банального ДТП в Киевском районе Одессы Вечер четверга, 21 февраля Угол улиц Коварова и Сибирской Немецкий универсал на полной скорости, входя в поворот, вылетел с проезжей части и вписался в придорожный МАФ Водитель, судя по всему, ромба национальности, утверждает, что его подрезало другое авто Поэтому и произошла авария Однако очевидцы вторую машину не видели Инцидент обошелся без пострадавших Но вот недавно растаможенный Мерс помят сильно Даже левую переднюю стойку вырвало Разбили и бросили, или как лихачи с места ДТП смылись Мокрый асфальт и полупустые утренние дороги центра Для некоторых водителей становится непреодолимым искушением вжать педаль газа в пол и дать угла Чаще всего это заканчивается печально Вот и в пятницу 22 февраля водитель нерастаможенного Фолькса решил круто повернуть с греческой на преображенскую Но не рассчитал, что в городе-миллионнике еще и встречное движение бывает Так состоялась лобовая встреча с Мерседес-принтером В результате ДТП никто не пострадал Инцидент зафиксировали камеры уличного наблюдения На них отлично видно, как горе-водитель и его пассажир Забрали все нужные вещи из своего авто и скрыли с места происшествия до приезда копов Пожалуй, вскоре подобная картина с брошенными на дороге бляхами Станет вполне обыденной для Одессы и Украины 22 февраля закончился льготный период растаможки А с конца мая и вовсе евробляхи окажутся вне закона Погоня за парфюмером Как одесские патрульные, решившего погонять водителя, догоняли Помните измаильского лихача на каене, устроившего пьяные покатушки в субботу ночью? Так вот, он не единственный герой этого выпуска, решивший в состоянии измененного сознания Помериться объемами движков с полицейскими Раннее утро вторника, 19 февраля, улица Грушевского Патрульный экипаж заметил автомобиль Ниссан Тиану с таксистскими шашечками Водитель которого нарушил правила дорожного движения Не включил в нужном месте поворотник Копы нарушителя тормознули, а во время общения заметили, что сидевший за рулем японца мужчина С признаками наркотического опьянения Как утверждают блюстители порядка, мужчина вел себя агрессивно А потом и вовсе нажал на газ Началось преследование Заезд оказался довольно продолжительным Заблокировали Тиану аж на КП Дачное При этом всадили в авто несколько пуль Судя по повреждениям и травмата На гонщика надели наручники Составили сразу 4 админпротокола Детальнее разобравшись в истории Дорожным хроникам удалось выяснить Интересные подробности Оказалось, что наш ночной герой Личность довольно публичная Аж целый альтернативный мэр Одессы А в бытности парфюмер Андрей Манила При этом всплыла еще одна интересная деталь По информации от правоохранителей Гражданин Манила Не далее как 10 дней назад Уже задерживался копами за вождением Под кайфом Чтобы подтвердить или опровергнуть Это мы обратились к самому Андрею Андрей, здравствуйте Вас беспокоит 7 телеканал Удобно ли вам говорить? И как оказалось, обратились не зря У меня есть 6 протоколов ГАИ Я все получил, да У меня за 10 дней 6 протоколов Я как бы политически преследуемый ГАИ субъект История получила неожиданный оборот Едем за дополнительными подробностями Наша съемочная группа к вам подъедет И вас наберет Съездили, как оказалось мы, очень удачно У меня открытое стекло И он через машину стреляет мне в сердце Кто стрелял в Андрея Манила? Меня преследует постоянно полиция То есть я как бы за 10 дней попал Под прицел полиции Ну уже более 10 раз Почему парфюмер уверен, что находится под колпаком у силовиков? 3, 2, 1 Я нажимаю полный газ То есть я знаю, как моя машина начинает Я его немножко протащил Что произошло в конце января На выезде с платной парковки в Аркадии Полиция потратила 3,5 тысячи гривен Стоит такой анализ Для того, чтобы понять Ну, какие препараты я принимаю Понимаете? А я вам потом могу сам рассказать Какие препараты я принимаю И был ли на самом деле факт вождения В состоянии наркотического опьянения Это и многое другое расскажем подробнее уже В следующем выпуске Дорожный хроник Такая история однозначно достойна продолжения В резине, что в летней, что в зимней Важен не только сам рисунок протектора и его глубина А консистенция Дмитрий Кравчук Преподаватель контраварийной подготовки В школе альтернативное вождение Водительский стаж 23 года За рулем с 12 лет Более 10 лет выступает в любительском автоспорте Участник и организатор автоспортивных мероприятий в Одессе Почему мы рекомендуем всегда использовать зимой Исключительно зимнюю резину И не верить во всесезонку Потому что по своему составу резина мягче Она лучше работает с рыхлым покрытием и со льдом Летняя резина, хоть она и плотнее Сохнуть она тоже не должна Поэтому, в принципе, любой шиномонтаж нормальный Предлагает давно своим клиентам услугу Хранение, которое выглядит очень просто Колесо полностью отмывается, очищается от грязи Покрывается силиконом, заматывается пленкой Чтобы было герметично Так оно хранится, ну и желательно Если есть возможность, конечно, хранить это в подвалах Или в сухом гараже Чтобы не было больших перепадов температур Ну, это идеальные условия Прямо должны обожать свою резину Если сама покрышка силиконом не обработана Она, находясь в пакете, будет защищена, конечно, от влияния некоторых перепадов окружающей среды Но при сильно большой жаре или при сильном морозе Если этот пакет, как завод-производитель, не сделал герметичным Там, жаростойким и так далее То никакой не будет разницы Что резина лежит замотанная просто пищевой пленкой Да, очень плотно Что она лежит специально в пакете со змейкой Можете выбирать по своему бюджету Они возомнили себя хозяевами жизни Перекрыть выезд со двора Занять весь пешеходный тротуар Или припарковаться вплотную к подъезду Этим горе-водителям проще простого Сегодня все они в нашей еженедельной рубрике Я паркуюсь, как хочу Каждому из них персональный привет от наших телезрителей Угадайте диагноз водителя по фото Воно так стоит с ночи ВН-69-77 НТ А приз недоразумения 2019 Выигрывает водитель белого Лексуса Встал знатно Странно, что остался с колесами У меня только один вопрос И если без мата, то звучит он так Но как тут проехать? Александровский проспект Угол Успенска Ряд перекрыл, а с правой стороны Уйма мест в карманах ВН-4179ЕИ Перекрывать обзор и его не парит Чудачество высшего уровня Гагаринское плато 12.30 Водителя Евробляхи Совершенно не смутило, что он припарковался возле калитки Улица Бреуса Какое-то СТО во дворе И постоянно на тротуаре кто-то стоит Стены домов отполированы верхней одеждой прохожих Космонавтов 33 Остановка Инглези 25-й Чапаевской 0833 ОТ Улица Транспортная, 7 Спасибо, что в подъезд не заехал Не оставайтесь безразличными К подобному автохамству Набрать 102 и вызвать полицию Не так сложно А таким мастерам парковки Самое место на штрафплощадке Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на дорогах нашего города Не оставайтесь в стороне Делайте фотографии, снимайте видео И обязательно присылайте к нам в редакцию На официальную страничку проекта в фейсбуке, инстаграм или телеграм Самое интересное вы увидите уже в следующем выпуске А на сегодня это все С вами был телепроект Дорожные хроники с Сергеем Бандуром Будьте внимательны за рулем И тогда мы точно увидимся ровно через неделю Дорожные хроники